Итак, вы не раз публично говорили о ваших взглядах на внешнюю политику, которые в основном совпадают со взглядами республиканцев. В новостях сообщалось, что вы недавно встречались с Зеленским. И мне интересно, вот во время этой встречи вы, как известный христианский лидер, которым помимо политики вы являетесь, вы подняли вопрос о его отношении к христианам на Украине. Правительство Зеленского врывалось на собрания, арестовывало священников, по сути, запретило направление христианства, украинскую ортодоксальную церковь на Украине. По сути, преследовало христиан, и мне интересно, обсуждали ли вы это с ним? Я поднимал этот вопрос там, и во время моего визита в Киев я говорил об этом с лидером ортодоксальной церкви. Я спросил его о проблемах, о религиозных свободах. Он уверил меня в том, что правительство Зеленского на Украине уважает свободу религии, даже учитывая то, что существуют небольшие элементы русской ортодоксальной церкви, которые используются с целью продвижения российского нарратива на Украине. И они предприняли шаги для призвания их к ответу за это. Но лидер в церкви, в соборе святого Михаила в Киеве, лично сказал мне, что он считает, что правительство уважает свободу религии, и я должен вам сказать, что кроме самой жизни, у меня нет в жизни более важного приоритета, чем сохранение свободы религии в Америке и продвижение религиозных свобод по всему миру. Я немного запутался, ведь ясно то, что правительство Зеленского арестовало священников, со взглядами которых оно было не согласно, что не очень согласуется со свободой религии. Это атака на свободу, и мы ее финансируем. И мне интересно, и я говорю это со всем уважением, но мне действительно интересно, как христианский лидер может поддерживать арест христиан за различия во взглядах. Вот что я могу вам на это сказать. Я спросил лидера христиан в Киеве о том, происходит ли такое, и он уверил меня, что нет. Нет. Людей не преследуют за их религиозные взгляды. Так, он сказал, что их не арестовали. Я знаю, что мы в этом вопросе серьезно расходимся, но... Я уважаю ваше право на мнение по Украине, и я верю, что вы уважаете мое. Я... Послушайте, я уже дважды был на Украине. Я со своей женой поехали на Украину через месяц после начала вторжения. Мы поехали вместе с группой «Сумка самаритянина», предоставляющей христианскую помощь миллионам украинцев. Женщинам и детям, которым пришлось бежать из страны в страхе перед неспровоцированным российским вторжением, которое началось полтора года назад. Потом я вернулся. 11 часов ехал на поезде в Киев, опять же, с «Сумкой самаритянина», и мы встречались не только с правительственными чиновниками, но также и с христианскими волонтерами, мы буквально восстанавливали людям дома в небольших городках и деревнях, которые год назад были уничтожены российскими танками. Все эти люди там просто сидели в своих домах. Я хочу... Суть в том, что то, что я видел, это не только война, я видел зло. И я считаю, что это в интересах Соединенных Штатов Америки продолжать давать украинским военным ресурсы, которые им нужны для отражения российского вторжения и восстановления своего суверенитета. Могу я спросить, вот вы бы, и я считаю, что вы придерживаетесь порядочной позиции, хоть у нас и есть по ней разногласия, но я просто хочу... Я не могу позволить вам не ответить на вопрос отношения к христианам на Украине. Вы бы... Нет, нет, вы просто не принимаете моего ответа. Я только что сказал вам, что я спросил религиозного лидера в Киеве. Вы спросили меня, поднимал ли я этот вопрос, и я поднимал. А я говорю, что у вас неверные данные. Я также спрашивал украинцев, и мне сказали, что там были религиозные лидеры, которые работали с российскими военными, убивающими людей тысячами. Хорошо. Послушайте, Такер. Стойте, подождите-ка. Не считаете ли вы... Давайте я объясню вам, в чем заключаются там наши национальные интересы. Я просто думал, что вас, свобода религии на Украине, беспокоит сильнее. И, честно говоря, я поднимал вопрос про свободу религии. Нет, вы поговорили с одним человеком, который очевидно предвзывал только с одним. И есть множество сообщений, которые не ставятся под сомнение о том, что многие священники были арестованы на Украине. И я говорю о том, что, может, я и не согласен с их позицией. Я не русский, ортодокс. Но вы не можете арестовывать священников за то, что у них другие взгляды. Точка. Ибо если вы это делаете, то вы нарушаете базовые принципы. Я хочу быть предельно ясным. Я бы не поддержал это. Я бы не закрыл на это глаза. Если бы людей преследовали за их религиозные убеждения, то я бы это не поддержал. В любой стране, которую поддерживает наша страна, или которую поддерживают наши союзники. Да. Точка. Но давайте я вам объясню наши национальные интересы на Украине. По моему мнению, я провел 10 лет в Комитете по внешним сношениям в Палате Представителей. Я 4 года был вице-президентом. Я встречался с Владимиром Путиным. И позвольте мне объяснить, если Владимир Путин захватит Украину, то у меня нет сомнений в том, что вскоре после этого российские войска перейдут границу страны НАТО, которую нашим войскам придется идти защищать. Знаете, мое утро сегодня началось в Розис с моим сыном в Зайонвиле, Индиана, капитаном американских морпехов Майклом Джей Пэнсон. Мой сын пилот, мой пасынок, пилот ВМС. И вот что я вам скажу. Я никогда бы не захотел увидеть американские вооруженные силы на Украине. Я хочу дать украинским военным, что потребуется для отражения российского вторжения. Я считаю, что мы должны остановить их там, чтобы нашим мужчинам и женщинам не пришлось бы останавливать эти российские войска, когда они пересекут ту границу, которую им придется защищать. Значит, вы против вступления Украины в НАТО? Ведь это как раз потребует от нас начать войну с Россией. Я... А вы против? Я ясно дал понять, что вступление Украины должно обсуждаться после окончания конфликта. И это мое мнение, которое я дал ясно понять президенту Зеленскому. И из общения с ним я понял, что и он понимает, почему такие условия. Если мы сегодня разрешим Украине вступить в НАТО, то сразу же сработает обязательство НАТО о совместной защите, и мы будем втянуты в конфликта, я этого не хочу. Но я считаю, что после окончания конфликта приглашение Украины в НАТО, принятие их в Запад с распростертыми объятиями, это в интересах нашей безопасности и в интересах нашей страны. И я также хочу сказать, что я считаю, что нельзя не упомянуть и про Китай, Такер. И я знаю, что мы недостаточно об этом говорим. Вы это можете услышать и от других кандидатов в этой кампании, что мы должны сосредоточиться на Китае. Я первым в нашей администрации произнес речь о смене политики нашей администрации по отношению к Китаю. Мы обратили на них внимание, мы установили им тарифы, мы восстановили нашу армию. Я хочу сказать, что в реальности мы были более жесткими по отношению к Китаю, чем любая другая администрация за последнее время. И я действительно считаю, что давая украинским военным то, что нужно для отражения вторжения, мы этим даем Китаю понять, что Америка и свободный мир не закроют глаза на военные амбиции Китая в азиатском регионе. Ибо их... так как их намерения против Тайваня и других становятся с каждым днем все понятнее. И я действительно полагаю, что сила обеспечивает мир. И Соединенным Штатам Америки нужно продолжать показывать силу. Но я хочу напоследок кое-что сказать. Но у нас кончаются боеприпасы, и мы уже посылаем им кассетные бомбы. И как раз из-за того, что мы давали наше вооружение Украине, которое, кстати, все еще не победило, чтобы победа не значила, никто так и не дал ей определение. И разве это не является серьезным доказательством того, что мы стали слабее, поддерживая Украину, или я чего-то не понимаю? Ну, у нас кончается вооружение, и мы посылаем кассетные боеприпасы. Итак, во-первых, с тех пор, как Джо Байден вступил в должность, он обрезал военное финансирование. И откровенно говоря, по поводу заключенной сделки о потолке госдолга, если бы они не приняли все свои 13 законов о финансировании, то, учитывая инфляцию, это бы привело к урезанию военного финансирования на 1% к 2025 году. Послушайте, Китай каждый месяц спускает на воду военный корабль. Мы должны не восстановить армию, мы должны создать достаточно сильную армию, чтобы противостоять вызовам, которые в 21 веке встанут перед Америкой. И как президент Соединенных Штатов я обещаю, что сделаю это. Последний вопрос по Украине. Пентагон сообщил, что из-за отправки вооружения и боеприпасов на Украину наши запасы истощились. Беспокоит ли вас это снижение запасов? Да. 155-й артиллерии. И у меня нет причины этому не верить. Но ответ... Ответ не в том, чтобы снизить роль Америки в качестве лидера свободного мира. Ответ финансирования и обороны нашей страны. И я правда так считаю. Послушайте, не забывайте. За полтора года, и еще раз я знаю, мы смотрим на это по-разному. Я в этом не уверен. Ничего страшного. Что ж прекрасно, если это так. Я хочу сказать, что мы там добились существенного прогресса. Смотрите, полтора года назад у России была вторая по силе армия в мире. А сегодня у них вторая по силе армия на Украине. И это прогресс. Это прогресс. Это результат инвестиций Соединенных Штатов и их союзников. И я хочу кое-что сказать по поводу... Извините, я... Я хочу сказать по поводу Джо Байдена, и я его большой критик. Смотрите, пришла наша администрация, а администрация Обамы Байдена отказывалась давать военную помощь и ресурсы Украине. Мы отменили это, мы начали давать джавелины. Я никогда не забуду, как пару недель назад стоял в роще, около небольшого городка Моша, и где солдат рассказал мне, что когда приехали российские танки, то сколько в первые 24 часа они потеряли солдат. А потом полковник посмотрел на меня, улыбнулся и сказал... А потом прибыли джавелины. И я сказал, это мы прислали вам эти джавелины, а он ответил, да, сэр, это правда. Мы поставляли оружие на Украину, чтобы она была лучше подготовлена к этому моменту. Но я хочу задать вопрос... Джо Байден после вступления в должность обрезал военные расходы. И даже после этого кошмарного, неспровоцированного вторжения, о котором Джо Байден вообще-то сказал, ну даже не знаю, если это будет незначительное вторжение. Он показал невероятную слабость, особенно после этого катастрофического вывода войск из Афганистана. И все это время администрация Байдена не особо-то торопилась предоставлять военную помощь. Посмотрите объективно на факты. Еще в январе мы обещали им 33 танка Абрамс. А две недели назад, будучи на Украине, я слышал, что их все еще нет. Мы обещали им, что будем тренировать их пилотов для F-16. А теперь они говорят, ну может в январе мы разрешим кому-нибудь передать. Простите, господин вице-президент, я знаю, что вы избираетесь в президенты. И вы обеспокоены тем, что у украинцев недостаточно американских танков. Каждый город в Соединенных Штатах стал гораздо хуже за прошедшие три года. Проедьтесь и посмотрите, нет ни одного города в Соединенных Штатах, который бы стал лучше. И это заметно, у нас валится экономика. Растет уровень самоубийств. Грязь на улицах, беспорядки, преступность растут по экспоненте. А вы беспокоитесь об украинцах. Беспокоитесь о стране, которую большинство людей на карте не найдут. В стране, получившей десятки миллиардов долларов налогоплательщиков, а им танков не хватает. Так что я думаю, справедливо будет спросить, а где беспокойство за Соединенные Штаты. А они меня и не беспокоят. Такер, я уже слышал это все от вас и ранее, но это не моя забота. Я хочу стать президентом, так как я считаю, что у этой страны большие проблемы. Я считаю, что Джо Байден ослабил Америку как изнутри, так и снаружи. И в качестве президента Соединенных Штатов мы собираемся вернуть закон и порядок в наши города. Мы защитим наши границы, мы опять запустим нашу экономику. И мы добьемся того, что наши люди будут в судах всех уровней, которые будут поддерживать право на жизнь и защищать все данные Господом свободы, отраженные в нашей Конституции. И любой, кто говорит, что мы не можем быть и лидером свободного мира, и решать наши внутренние проблемы, весьма недооценивает величайшую нацию на планете. Мы можем и то, и другое. И будучи президентом, я гарантирую, что мы защитим наши границы, мы поддержим нашу армию, мы воскресим нашу экономику, мы защитим наши ценности, и мы также поведем мир к свободе. При моей администрации. Я вам обещаю. Аминь. Вице-президент Майк Пэн, спасибо огромное. Спасибо, Такер. Спасибо. Спасибо. Спасибо.